здравствуйте дорогие девятиклассники подождем что-то вы это заходите здравствуйте всем здравствуйте ладно давайте перейдем к руку здравствуйте еще раз все значит сегодня у нас 8 октября тема сегодняшнего урока кубат я вам самостоятельно ожидал а вы так и не делайте здравствуйте 8 октября тема скорость при неравномерном движении хорошо ладно скорость течет так ладно давайте пойдем домашнее задание запишите пожалуйста новую главу начинаем 10 параграф по учебнику и 5 упражнение нужно будет сделать можете посмотреть видео уроки из инфоурока которые это помогают все понятия надеюсь здравствуйте алан так значит сегодня мы опять немножко повторим все что проходили изучим два понятия средней и мгновенной скорости и решаем задачи насколько успеем как обычно начале пометка как себя вести я думаю все вы помните иногда бывает что кто-то все-таки что-то никто пишет ну надеюсь что проблем особых не будет в общем вести себя хорошо не мешать проведению урока наоборот всячески помогать и когда я задаю вопросы поактивнее себя вести пожалуйста так напомню что мы проводим конкурс видеороликов вы можете провести эксперимент дома снять небольшой видеоролик и отправить на почту почту я давал активистам за это вы получите дополнительные оценки особенно те кто хочет исправить текущую ситуацию тоже классные руководители обращались но это один из способов исправить то оценку которая у вас выходит ну при этом конечно можно соблюдать технику безопасности потому что любая лабораторная работа может принципе быть немного травмоопасной место учителя у вас родители сейчас поэтому пожалуйста не делайте ничего без разрешения и под присмотром в одиночку делать опыт и не стоит тут техника безопасности расписано ну в общем она была у нас в предыдущих слайдах кроме того немножко я загранил тут напоминаю вам что завтра у нас 16 30 контрольная работа значит там будет у нас три задачи 45 минут на выполнение этой работы в 16 30 откроется она вы можете зайти значит решаете задачу с полным оформлением фотографируйте и прикладывать эту фотографию я классе при этом нужно подписать каждую фотографию не только первую как обычно подписать свою фамилию свою фамилию и имя можете написать полностью или кратко как хотите и при этом нужно расположить фотографию так чтобы текст был горизонтально боком читать вот так как-то проверять не очень удобно и поэтому за такие работы баллы будут пониже надеюсь что все понятно если есть какие то вопросы можете прям сейчас задать по этой контрольной работе ну в принципе контрольная работа у нас были в той четверти правда там были задания прям я класса в этот раз придется письмена через ноутбук не получится писать но сейчас у нас много вариантов как сделать фотографии фотки прикладывать так чтобы я видел текст горизонтально идущим а не вертикально чтобы я вот так голову не крутил а то не так еще пойму вас плохо увижу что там написано кровь не туда придет ну в принципе это требование которое сейчас у нас предъявляют задание не особенно трудно повторите как переводится единицы измерения основные формулы мы в принципе немножко мы сейчас повторим в конце месяца я вам отправлял успеваемость сейчас вот у нас еще две недели прошло и контрольную напишите после выходных когда я проверю я еще раз классным руководителям отправлю ну разок я думал вопросы закончились хорошо давайте повспоминаем так последнее сообщение проскользнуло давайте в конце урока и не успел его прочитать даже вспомните про себя что такое равномерное прямолинейное движение но определение писать не надо в чат потому что довольно длинное но давайте я вам покажу ответом то есть что здесь у нас здесь у нас автомобиль движется по дороге указано на движение примерно где он будет находиться в это время есть у нас система отчета тело отчета это куст выбран за тело отчета его координаты витал на нулю ось направлена по дороге хорошо мы рассеять правильно ось направлена так но про скорость потом вопрос будет вдоль дороги по направлению движения автомобиля от просто естественно так выбрать и за каждые пять секунд он перемещается на 20 метров когда движение равномерное оттеннолинейное у вас различия между модулем перемещения и путем не будет потому что движется по прямой линии все время в одну сторону в других ситуациях различия есть у нас так скорость равномерного прямолинейного движения материальные точки это но формула вникнула но может еще кто-нибудь ответит мы до двух правильных ответов работаем очень часто так правильно еще раз ответили так но это формула вы давно знаете и в общем там скорость у нас измеряется метра в секунду вы думаю помните если вам дадут в километрах час нужно перевести в метр в секунду не всегда иногда можно этого не делать но по ситуации если у вас много единиц измерения если время дома не в часах то нужно переводить скорость метра в секунду в физике перемещение в метрах время в секундах ну давайте теперь с проекциями разберемся как вы помните векторов бывает проекции на координатной оси значение этих проекций может быть положительным или отрицательным смотря как вектор направлен по оси или против оси иногда вектор направлен еще и под углом к оси тогда нужно использовать другие соотношения но таких задач у нас не будет пока в этой четверти но со временем появится там нужно уже подключать тригонометрию но я надеюсь на математике вы к тому времени успеете с этим вопросом немножко разобраться вот значит если движется тело против оси против того направления которое мы выбрали или нам задали то проекция у нас отрицательна и у скорости и у перемещения при этом координата уменьшается так вот связано проекция перемещения со скоростью здесь у нас формула как найти проекцию перемещения надо от конечных координат и отнять начальную координату ну выглядеть формула и вот у нас уравнение движения то есть если координата меняется по такому закону значит по оси x тело движется равномерно примерно пожалуйста запомните это у нас были задачи в которых вам нужно было находить начальное значение координаты и проекцию скорости просто посмотрев на это уравнение можно их найти то есть свободная слагаемая без c это начальная координата а множитель который стоит рядом с т это проекция скорости но нужно брать ее с тем знаком который там стоит это уже отличие от того что вы проходили задачи на скорость время расстояния решали вы чуть ли не с начальной школы но кто-то с начальной кто-то возможно нет смотря в какой школе учились мы теперь у нас уже вот отличие пошли в языке с помощью координатного метода описывается движение и уже отличается от тех форму которые у вас были так еще раз напомню что графиком является приморение повторить как строить графики такие задачи там будут то есть откладывайте величины на осях оси x у нас наоборот будет вертикальная потому что это зависимая переменная значит время у нас играет роль основной переменной поэтому вы задаете какие-то значения времени тут у нас четыре точки потому что просто этот график описывает рисунок для построения графика приморений вам двух точек достаточно но или если вы натренировались можно вообще даже без точек рисовать если знаете смысл входящих туда величие и еще какая особенность математики вас часто по обоим осям откладываются одинаковые единичные отрезки там может быть двоечки одну клетку берете физики надо по смыслу ориентироваться то есть из-за того что единицы измерения разные они уже в принципе не могут быть одинаковыми клеточки которые там не просто нужно размер клетки подобрать подходящим образом чтобы график смотрелся красиво основные особенности то есть начальную координату и как меняется координат со временем должно быть так но в данном случае у нас уравнение движения то которое мы разобрали если подставить числа то получается что x равно 10 плюс 2t 10 это начальная координата и в этой точке график пересекаются с осью x как раз а 2 это у нас угловой коэффициент если вы увеличиваете время на 5 секунд координата вас меняется на 10 метров каждый раз поэтому у нас получается что угловой коцентральной твойке так относительно движения тоже формулировка там довольно длинная значит относительность движения это зависимость его характеристик от выбора системы отчета надеюсь вы это помните но в тех задачах которые мы рассматривали у нас меняется скорость в разных системах координат скорость может быть различной эти формулы надо повторить на прошлом занятия в разных случаях немного расписал хотя вы с ними на уроках математики опять-таки сталкивались течение большого промежутка времени надеюсь что вы это вспомните векторной форме все это можно записать коротко то есть правило сложения перемещения есть и правило сложения скоростей вот но как конкретно будет выглядеть эта формула не векторном виде в котором проводим расчет через абсолютное значение величин это зависит от ситуации как направлены эти векторы с этим надо разобраться так мы и новое определение у нас неравномерное движение значит по смыслу либо понятно что это движение с переменной скоростью можете записать это определение это новая глава но контрольная будет по первой главе так что пожалуйста подготовьте те темы которые были до этого первые 5 недель при неравномерном движении у нас скорость меняется и поэтому говорить о скорости просто как мы это делали при равномерном движении не получится из-за этого вводится понятие средней скорости здесь вот это определение написано ну а просто по учебнику откройте первую главу и посмотрите первые 9 параграфов вот по этим темам будет хорошо формулу для средней скорости мы тоже запишем ну пожалуйста поймите определение пока значит чтобы среднюю скорость на кем она подразделяется на среднюю скорость перемещения и среднюю путевую скорость потому что я уже говорил что модуль перемещения или а вот перемещение можно совпадать с траектория модуль перемещений можно совпадать с путём эта формула для средней скорости перемещения. Выглядит она так же, как и просто обычная формула, но на самом деле это скорость средняя. То есть на самом деле может быть тело с такой скоростью даже не двигалось никогда. Но результат такой же, как если бы тело двигалось с этой скоростью. И в проекциях тоже можно переписать. Все как обычно. Скорость в метрах в секунду, перемещение в метрах, время в секундах. Средняя путевая скорость. Тоже если можно запишите определение. Вектор пути нет такого понятия. Вектор перемещения мы делим на время, получается вектор скорости. А если вы путь делите на время, то это путевая скорость. То есть когда автомобиль едет, в среднем вы считаете, что по городу за полчаса проехал 30 километров, да? Скорость 60 километров в час. Это путевая скорость, потому что он у нас виляет, где-то останавливается, где-то движется побыстрее, где-то помедленнее. Это будет средняя путевая скорость. Так, нет вопросов? Ну ладно, я думаю, на задачах будет понятнее. Спасибо, Алия, за ответ. Так, очень часто рассматривается вот такое движение, когда тело движется равномерно, ну или просто говорят, что оно движется с такой скоростью. Может быть, эта скорость тоже средняя на нескольких участках. Нужно запомнить, что средняя скорость, это просто отношение всего перемещения или всего пути ко времени. Если из нескольких участков состоит движение, то нужно перемещение на каждом участке сложить, время на каждом участке также, время движения по участку сложить и вот из этих отношений. Очень часто пытаются люди находить просто среднее арифметическое. Это неправда. Очень редко, когда можно так решить задачу, правильный ответ получится, но все равно решение будет неправильным. То есть, еще раз прошу вас, запомните вот эти формулы. Аналогично можно записать скорость для, ну, среднюю путевую скорость. Вы просто длину всех участков складываете, делите на полное время. Именно эта величина будет средней скоростью. Иногда сдают экзамен по математике, выпускники или какой-то тест вступительный в университет. И там этот вопрос есть, потому что, ну, я уже пятый раз, наверное, сегодня говорю, что эти вопросы на границе между математикой и физикой. Средняя скорость находится именно так. Нельзя просто прибавить и разделить на общее количество. Еще к тому же нужно вести понятие мгновенной скорости. То есть, когда вы в автомобиле видите, у вас показывается спидометром, да, в каждый момент времени скорость. Она может скакать, там немножко стрелка колебаться, или если цифровой у вас прибор, то, в общем, показания могут меняться. То есть, мгновенная скорость, это скорость в данный момент времени или в данном месте пространства. Потому что в каждый момент времени тело находится в какой-то точке пространства, да, если его можно материальной точкой считать. Здесь на рисунке движется автомобиль. Это все, конечно, условно, немножко мультяшно, но надо смысл понимать. Длина стрелки разная каждый раз. Это значит, что скорость в разной точке разная. Скорость меняется. Вот именно скорость в этой точке или в этот момент времени, она называется мгновенной скоростью. Спидометр это прибор, который именно показывает мгновенную скорость. Ну, а теперь давайте закрепим все, что мы сегодня прошли. И вот тут у нас несколько вопросов, чтобы разобраться, что такое средняя, что такое мгновенная скорость. Так будет проще, наверное. В каком случае речь идет о средней скорости, а в каком о мгновенной скорости. Первый вопрос. Давайте по порядку вы мне будете отвечать, чтобы не запутаться. Сначала на первый вопрос. Пуля вылетает из винтовки со скоростью 800 метров в секунду. Так, Алан считает, что это мгновенная скорость. Хорошо. А Нелли у нас транслит. Так. Ой, мгновенная. Да, все считают. Три человека считают, что это мгновенная. Хорошо. А можете как-то обосновать, что это именно мгновенная скорость, а не средняя скорость? Конечно, писать долго придется, но время позволяет у нас как-то обосновать, что это именно мгновенная скорость. хорошо можно считать что поле момента вылета а лан тоже самое до другими словами немножко сказал принципе правильно . конкретный момент времени задан то есть на вылететь из ствола и конкретное место тоже задано да то есть когда ствол заканчивается пуля покидает его вот в этой точке пространства скорость 800 метров в секунду хорошо спасибо так второй вопрос самолет летит из киева в москву 800 километров в час так а лан от высказался кто-то еще высказывается средняя скорость или мгновенная скорость два ответа за среднюю скорость давайте еще подождем может быть все согласны что это средняя скорость так или ну спасибо ладно хорошо но действительно на это средняя скорость на самом деле во время полета всего скорость у нас третий случай скорости мер то есть своего рода спидометр на тепловозе показывает 75 километров в час он ответил кто еще ответит мгновенная считает ну ладно спасибо разобрались с этими вопросами что такое среднее что такое мгновенно понятно а у вас спасибо за ответ хорошо ладно ну надеюсь проблема нас с этим не будет хорошо ладно так теперь следующая задача так вот автомобиль проехал 40 километров за полчаса а затем еще 260 километров за два с половиной часа какого средняя скорость движения автомобиля на всем пути алан считает что 100 километров в час 100 ну единички можно писать ага не обязательно торопиться кто первый мы тут не конкурируем ладно все без единичек пишите а единичка очень важно даже вам говорю то есть в одних единицах может быть одно числовое значение других другое поэтому без единицы это не совсем правильно так а как вы это получили может кто-нибудь сказать почему именно 100 километров в час здесь весь путь у нас сколько значит составляет у нас два участка до полный путь значит сколько будет 300 километров хорошо полное время движения так правильно путь 300 километров во время движения полное так было неплохо но все-таки надо скобочки ставить когда вы подробную черту пишите то что в числителе то что знаменателе надо брать скобочки такие правила а то окажется что только делятся те числа которые разделяют друг между собой вот такая вот задача автомобиль проехал 400 метров со скоростью 10 метров в секунду а после этого еще 200 метров со скоростью 20 метров в секунду найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути тут уже 10 немножко побольше поэтому я покажу вам решение в принципе можете решать сами конечно же прошлая задача ответ был правильный она довольно такая устная ловко дано мы записали в задачниках у нас часто не конкретизирует путевая скорость или скорость перемещения поэтому вы можете можете по ситуации действовать здесь у нас будет путевая скорость средней скорости есть такое свойство что если у вас на двух участках какие-то значения скорости средняя будет принимать значение между ними то есть если на втором участке 20 метров в секунду то средняя скорость не может быть 20 метров в секунду а то она и средняя первый участок был 10 метров в секунду второй 20 у вас не получится 20 метров в секунду а мир хан вот высказался что не 20 все таки а 12 давайте решение быстренько посмотрим формула у нас вот для двух участков так выглядит но время нам надо найти для первого второго потому что его не было в итоге для первого участка получается 40 секунд время до 400 на 10 для второго 10 секунд и полное перемещение полный путь то точнее 600 метров а время движения 50 секунд просто сразу было видно что 20 метров в секунду не может быть это какое-то среднее значение но это не среднее арифметическое это надо запомнить сейчас у нас многие вещи будут меняться то есть и формула будут выглядеть по-другому и смысл будет другой ну я надеюсь с этим разобрались время подходит концу пожалуйста проанализируйте как вы себя чувствуете с этой темой спасибо всем за урок спасибо за активность у девятого класса активность хорошая что пожалуйста продолжайте также готовьтесь контрольной если есть вопросы задавайте спасибо за присутствие спасибо за работу спасибо большое хорошо если вопросов нет но готовьтесь контрольной работе спасибо что пришли спасибо что пришли о это что значит вот как спасибо если что через активистов задавайте вопросы если вдруг возник мол todos